Рекреэйшнл, Эктив, Вейхлл с 4-вилдрайв. Вот на самом деле кто является лидером продаж среди иностранных кроссоверов в нашей матушке России. А по-нашему по-русски это Toyota RAV4 RAV4. Для многих родненький и любимый. Машина, которая может быть с вами 200-300 тысяч километров пробега и при этом у нее ничего не сломается. Вот за это я люблю свой лесомобиль. А недолюбливаю я и всегда недолюбливала этот причудливый японский дизайн. И если раньше, на мой взгляд, Рафик был похож до рестайлинга на такого слегка придурковатого героя фильма Трансформера. Вот помните, там был такой, ну странноватый, по-моему, Тарас Бамблби его звали. Это скорее по твоей части такие герои. Ну, в общем, такой чел железный очень странный, странного вида. Вот прошлый Рафик, на мой взгляд, был похож на него. Этот похож на кота, когда, знаете, они пытаются два кота так друг друга немножко побороть и делают так. Вот приблизительно это он. В общем, японский дизайн мне не очень близок, но это лишь вопрос вкуса. Из-за надежности и ездовые характеристики я готова этот странноватый дизайн Тойоте простить. Я переоценила тепло московской весны, чтобы не пугать вас красным носом, а дальше не лечиться от простуды. Уж позвольте одеть мне курточку. Лесомобиль у меня уже чуть более двух месяцев. Сразу отвечу вам на вопрос про Мерседес. Мерседес никуда не делся, просто периодически бывает такое явление, как лесомобиль, на котором я езжу, и на борту которого и на носу красуются вот эти вот прекрасные надписи лесороли. За эти два месяца я успела снять видео на второй канал. Это видео там выложено, пожалуйста, посмотрите. Это видео в формате второго канала с селфи-палкой обо всем и ни о чем. То есть это не тест-драйв, а так мои размышления на тему Toyota RAV4. Также не одна фотография, а много фотографий было в инстаграме лесоролит. И в перископе я рассказывала, как еду, да, еду, что вижу, о том и пою. То есть свои впечатления об этой машине вживую. Перископ тоже лесоролит. Что же касается силовых агрегатов. Два бензиновых мотора. Как были, так и остались. Мощность бензиновых моторов 146 и 180 лошадиных сил. И в принципе, я против бензинов ничего не имею. Хотя здесь у меня дизельная машина, мне дали дизельную. Но я расстроилась, что вместе с бензиновым мотором, будь то в комплектации с передним приводом, либо будь то в комплектации с полным приводом. Не идет классическая автоматическая коробка передач, причем с младшим мотором, именно с двухлитровым. Там идет бесступенчатый вариатор, который, кстати, по езде, я ездила на такой машине, он очень, очень здорово имитирует переключение. То есть многих бесит то, как едет вариатор. Он держит на высоких оборотах при разгоне одни и те же высокие обороты. Да. И это многих раздражает. Но здесь такое впечатление, что едешь на автомате. Что касается надежности вариатора, мысли мои такие. И это касается не только вариатора Тойоты, это касается вариатора и ниссановского, в том числе и митсубисевского. Если вы покупаете машину с передним приводом, исключительно с передним приводом, у вас, например, двухлитровый рафик, и вы ездите на нем в основном в городе, для города вам этого хватит. И вариатор в вашем случае будет жить достаточно долго. То есть, скорее всего, при хорошем обслуживании 250 тысяч километров пробега вам гарантированно. Почему же я немного по-другому рассуждаю относительно полного привода? Это потому что вариатор не любит пробуксовки. А что касается надежности вариаторов, друзья мои, но не вдаваясь в глубокие подробности, потому что не один раз сказано уже об этом и много раз. Просто скажу вам так. У переднеприводной машины, если вы не штурмуете барханы, не возите за собой лодку на этой машине, что в принципе смешно, можете рассчитывать тысяч на 250. Начала бы напрягаться я где-то на 200. Но обслуживайте вариатор, меняйте в нем масло. Ну и думаю, тысяч двести вам гарантированы. Ну а дальше могу лишь прокомментировать, что у многих производителей сейчас и гидромеханический автомат-то столько не живет. Поэтому вариатора пугаться не надо. И не надо путать его с роботом. Робот обычно не такой долгожитель. Вариатор живет подольше. Но гидромеханика, на мой взгляд, здесь, конечно же, предпочтительнее. И вот у дизельного агрегата и у большой бензинки, то есть у двух с половиной литрового, идет именно полноценный шестиступенчатый гидромеханический автомат. Вообще я рада, что мне в тест достался именно дизельный рафик. Я на дизельном рафике долго не ездила никогда. Мне было очень интересно. Это мотор 2.2, 150 лошадиных сил. Считаю, что агрегат очень неплохой. Конечно же, нельзя заправляться абы чем. Потому что, как и все иностранные силовые агрегаты на тяжелом топливе, абы что он очень не любит. И потом как абы что и будет у вас работать. Ну а теперь, наверное, с моторами и коробками заканчиваем и перейдем к тем изменениям, которые у нас произошли по кузову. Их произошло немного, но они все-таки есть. Модная светодиодная оптика появилась здесь. Ну как же без нее? По-моему, ни одной машины, даже Патриот у нас теперь со светодиодными фонарями, ни одной машины у меня в последнее время не было в тесте без светодиодов. Но здесь, как мне кажется, производитель пожелал сделать так, чтобы наконец-таки молодые люди, которые покупают себе эти машины, не чувствовали себя меньшинством. Однозначно, сейчас этот автомобиль не является женским в том виде, в котором он есть у нас. Также его сделали чуть более пижонистым, хотя среди кроссоверов он один из лидеров по проходимости. Но в этом поколении, точнее в этом рестайлинге в проходимости он все же капельку, но потерял. Во-первых, он чуть-чуть увеличился и увеличился за счет того, что передний свет стал на 20 сантиметров больше, задний свет стал на 15 сантиметров больше. Дорожный просвет у дизельной версии и у двухлитровой версии составляет почти 20 сантиметров, 197 миллиметров, если быть прям точными. А вот у 2,5 бензинки, он составляет 165 сантиметров. То есть в случае, если вам хочется ездить по бездорожью, господа, ну напились, ведите себя прилично, пожалуйста. Так что, если вам хочется ездить по бездорожью, пожалуйста, покупайте себе дизель тяговитый, с большим дорожным просветом. И внизу там не свисают всякие сопли, которые уменьшают дорожный просвет до 165. Ну, друзья мои, ну как так можно себя вести? Вы же взрослые люди. Мы находимся в Чертаново, дорогие мои. Как я уже говорила в одном из тестов, по-моему, Toyota Land Cruiser – это тот район, где можно повернуться и увидеть голову мужика в кустах. Либо посреди рабочего дня группу асоциальных элементов, распивающих алкогольные напитки и потом начинающих махать трусами над головой. И что бы мы ни говорили, все равно Toyota RAV4 – это автомобиль семейный. Да, вряд ли его купит, наверное, молодой человек, 22 лет, которому важно и интересно, нравится девочкам. На такой машине он будет нравиться разве что пенсионеркам. Ну, у всех свои вкусы, но, на мой взгляд, конечно, это машина людей, которые уже обзавелись семьей, и им важно, например, чтобы багажник был большим. И здесь он стал побольше. По-моему, он 577 литров ныне за счет того, что запасного колеса полноразмерного у нас более нет. Зато у нас здесь есть какая-то книжка «Сила Кабалы». «Сила Кабалы» или «Кабалы». Господи, откуда это у меня? Это не мое, это не мое. Я такое не читаю. У нас здесь есть удобная гибкая полка и вот такая вот сеточка. Кстати, на втором канале к моему видео написали, что «Лиса, учим отчасть!» Это входит в стандартную комплектацию. Не знаю, друзья мои, сотрудники представительства Тойота так не думают. Они все же сказали мне, что эта вещь опциональная. Под нее, кстати, очень удобные крепления. Я вот сделала ее узкой, можно сделать широкой, вплоть до отсюда. Тогда это будет очень удобная сеточка, в которую прям сверху можно все накидывать. В общем, вещь замечательная. И если бы я приобретала эту машину, я бы сеточку точно купила. Кстати, на втором канале я также упоминала о некоторых странностях работы вот этой вот кнопки автоматического закрывания багажника. Ну, посмотрите, там я подробно все рассказала. А сзади у нас есть ровный, просторный диван. Вот что мне нравится в этом заднем сидении, что вот здесь вот посредине нет горба, и можно легко сесть втроем. Ну, или если вдвоем, можно выдвинуть вот этот вот подлокотник, хотя он, конечно, короткий какой-то. Хотелось бы подлиннее, но да ладно. Еще у нас есть желтая черепаха. Когда Леночке надоедает играть в машинки, Леночка играет в желтую черепаху. Дальше. Спинки у нас раскладываются. Вот такой вот боковой ручкой. Сейчас один момент, усядусь. Блин, что-то не сильно удобно, честно говоря. А, вот, этот двигается вперед-назад. И Леночка получает по горбу. Ну, в общем, как-то вот так вот. Нельзя сказать, что, конечно, это элитная регулировка. Ну, в общем, в принципе, нормально это регулируется. И можно сложить полностью сидение. Кстати, интересно, будет ровный пол или неровный. Давайте попробуем. Да, почти ровный. Нету ступеньки прям такой резкой, чик-чик. Но есть возвышение. Сижу я как-то дома, ребята. И тут мне неожиданно Жорик Ревазов присылает сообщение. Посмотри-ка, посмотри-ка вот это видео, что бывает очень редко. В принципе, на самом деле, первый раз был и единственный. Присылает мне Жорик Баттл. Хованского и Ларина. Слово Ларина, а именно фамилия Ларина, я первый раз слышала от Эрика Давидовича. Он мне сказал, что он смотрит. Он смотрит Ларина. Я посмотрела, ну, Ларин, Ларин, да. И тут я смотрю этот Баттл и понимаю, что эти парни порвали весь комедий-клаб и так далее. Единственное, что мне в них критически не нравится, это то, что они глобально много и сочно ругаются матом. Я этого не очень люблю. Может иногда выскочить с ловцом, но, ребята, оно не так же. Но в остроумии им, конечно, не откажешь. А сейчас давайте-ка заглянем на заднее сидение. Кто у вас там сидит? А кто же это у вас там сидит? Боже мой, кто же это там, на заднем сидении? Как же он попал? На заднее сидение Toyota RAV4, который я снимаю в своем тест-драйне. О, привет, YouTube. Здравствуйте, это я, Дмитрий Ларин. Вы ведь слышите тебя, Дмитрий Ларин, ведь микрофон в моих руках. Да, мне это не важно. Я всю жизнь разговариваю с объективами, мне это мало волнует. Ну уж передай, хоть так. Спасибо, привет, YouTube. Это я, да, действительно. Задавайте свои вопросы. А расскажи-ка, Дмитрий Ларин, Как получилось так, что второй человек в моей жизни, которого я знаю, из Петербурга, не любит автомобили? Что у вас там за воздух такой? Как можно не любить автомобили? Может, это как-то связано с тем, что ты не ешь мясо? Не, не знаю. По поводу первого я ничего не могу сказать, но я не любил автомобили всю свою жизнь, потому что они меня пугали. Я и сейчас, ну, то есть, путешествую на заднем сидении, держусь за ручку. А во-вторых, я считаю, что личный, индивидуальный транспорт это просто тупиковая ветвь, как вот динозавры, да, тупиковая ветвь общественной. То есть, грязького транспорта. Общественные вакуумные трубы, маршрутные какие-то штуки на воздушной подушке. Вот что... Воздушные, на магнитные, конечно же, все знают об этом. Вот что важно. Я не вижу интереса в двигателе внутреннего сгорания, изобретенного сотни лет назад, работающем на мертвых зверях. Это было бы. Дима и Тарас, а скажите-ка мне, пожалуйста, как вы чувствуете себя там, на заднем сидении Toyota RAV4? Тем более, как ты сказал, Дима, ты профессионал по задним сидениям. Да. И вся моя молодость прошла на задних сидениях с юными женщинами. Правда, у них в основном были права, и у них были, соответственно, по владению этим автомобилем. Как мне здесь, да, обычно, я абсолютно не вижу разницы между RAV4 и Renault Logan. Я не понимаю разницы, серьезно. Я не разбираюсь в автомобиле. О, Господи! Я не разбираюсь, я обглянусь. И, как мы говорили недавно, типа, есть люди с района, парниши, да, которые дрочат на эти самые там, Логаны, на эти самые... Слово «трочат» не формат на канале Лесорубе. Ну, «трочат» — это слово есть в русском языке. В словаре «дали» есть это слово. Можем уточнить. Фоломорфируют, мастурбируют. То есть это все, это все есть. Это медицинский термин. Так вот, на эти самые там Логаны, ну, на что там... На BMW, на BMW. На BMW, между прочим, правильно говорить. Да. Вот так вот. На Мерседесы, на Форды. Нет. Нет. Это не те люди. Знаете, вот Виктор Олегович Пелевин говорил, ничто не отличает, не выдает, вернее, в человеке причастность к низшим слоям общества, как умение разбираться в других автомобилях и других часах. Ну, в общем, получается, что разговор с Дмитрием Ларином об автомобилях, он какой-то тупиковый и, к сожалению, малоинтересный. Однако же, Дима говорит много и интересно, но на своем канале, на который я вам и предлагаю, перейти и, в случае, если понравится, подписаться. Я бы не рекомендовал, честное слово. Много жести вы видите, много непопулярных мнений и теорий. Ну, вообще, мы вместе с Леной сняли ролик, который будет называться «Как-то там бла-бла-бла-бла-бла-360 градусов панорама», поэтому можете посмотреть себе его и поставить дизлайк, просто потому что не можете переносить мою поганую харю и мои поганые слова и уйти. Посмотреть ролик и уйти. Так это часто бывает. Но это первый ролик в истории российского автоблогинга, будет, который выложен в формате 360 градусов панорама. У меня все. И это пять. 360, а не перейти. Перейдется автомало совсем. И даже в процессе тест-драйва Toyota RAV4 мы немножко поговорим про жуликов. Ну, навело на это, как всегда, обращение подписчиков в первую очередь. А во вторую очередь есть группа энтузиастов, которые создали абсолютно бесплатный сайт и давно меня просят об этом рассказать. Но именно в силу того, что он бесплатный и, похоже, что достаточно полезный, если вы хотите купить новую машину, я вам сейчас о нем и расскажу. Но сначала начнем про жуликов. Написал мне молодой человек, что они поехали покупать машину к официальному дилеру. И там их очень значительно надурели. И написал мне, естественно, название этого дилера. Когда-то, лет пять или семь назад, это был официальный дилер. Причем не просто официальный дилер, а один из гигантов, который практически покрывал весь рынок новых иномарок и наших отечественных машин. Но уж давным-давно, по-моему, в кризис 2008 года, эта компания перестала существовать. Но жуликам ничто не мешает использовать ее название. Вот так, собственно, и получилось. Рассказываю я это к тому, что даже если название компании, которая вам обещает очень дешевую и очень новую машину, кажется вам знакомым, понятным, известным, это иногда ничего не значит. Как проверить? Ну, во-первых, вы заходите на сайт автопроизводителя, и там вы смотрите список дилеров. Если в списке дилеров данная организация не значится, значит, не дилер это. Значит, вас разводят и обманывают. И хорошо, если изначально все понятно, когда организация называется какой-нибудь Adulter Motors или что-нибудь подобное, ну, изначально большинство людей поймут, что это какая-то здесь фигня. А когда вот такая ситуация, что действительно когда-то был такой дилер, и сейчас дилеры, по крайней мере, в Москве лопаются один за другим, вот и получается, что под их названием потом существуют некие организации, которые к официальным дилерским центрам не имеют никакого отношения. Также другой признак того, что организация, в общем-то, в чем-то вас пытается надурить, это вы открываете их сайт и видите там миллион значков всех автопроизводителей, то есть они являются дилерами просто всего. Знаю, что многие в комментариях мне пишут, ну как же, есть же организации, у которых там дилерство 20 как минимум брендов. Ребят, да, есть, но в России их, наверное, штук 5, ну может быть 8. И их название нам всем на слуху. К примеру, это роль, муса, мейджор, фаворит, дженсор, кто еще? Да, собственно, их немного, вот меньше 10, наверное, точно. И все эти организации нам с вами известны. Я всегда говорю, если хотите купить новую или подержанную машину, обращайтесь туда. Либо можно поступить по-другому. Сейчас я вам расскажу вот про тот сайт, совершенно бесплатный, про который давно меня его разработчики просят рассказать. Это единственный в России агрегатор новых автомобилей. Называется он Автоспот. Туда ежедневно стекается огромное количество информации от официальных дилеров. За счет чего существует эта площадка, спросите вы? Ну, они, конечно же, деньги берут с дилеров. За счет этого для нас с вами это бесплатно. На данный момент здесь 15 тысяч машин от 20 брендов. Работает это очень легко, сейчас покажу как. На сайте вы можете посмотреть, какие машины у каких дилеров сейчас в реальности есть. В какой комплектации, какие есть акции, где машина реально в наличии. Дальше, если что-то непонятно, вы можете обратиться, ну, либо к дилеру, либо прямо туда, на Автоспот. Там есть свой персонал, который расскажет вам, ну, проконсультирует по этой машине или по какой-то другой. Может быть, предложит вам альтернативные варианты. Может быть, расскажет, где сейчас удобнее взять кредит, где он дешевле, где трейдин выгоднее, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, они будут полностью удобны вам, их задача, чтобы вы воспользовались этим сайтом, через этот сайт купили автомобиль, ну, точнее, выбрали автомобиль, а дальше их взаимоотношения с дилером вас никоим образом не касаются. Еще раз повторю, для вас это бесплатно. А сейчас давайте посмотрим, есть ли здесь наш рафик и сколько он нам обойдется к разговору про цены на Toyota RAV4. Воспользоваться, ну, ребята, элементарно просто. Прямо на главной странице выбираем марку нашего будущего авто. Toyota в данном случае. Далее нам предлагается весь модельный ряд. Выбираем RAV4. 91 предложение у нас есть по RAV4. От 1.316.000 рублей. Подробнее. Здесь, кстати, можно вот задать вопрос, о чем я говорила, и записаться на тест-драйв. Так, так, так. Что это у нас за машина за 1.316.000? Белого цвета автомобиль. Посмотрите опции. С двухлитровым мотором 146 кобыл. То есть это бензиновый двухлитровый двигатель. Получается базовый мотор. Ну вот, вся комплектация описана очень подробно. Это в стандарте с механикой переднеприводной. Ну, то есть это базовая машина. И вот написано, где она есть. Сразу предлагается связаться с менеджером. И сразу внизу идут альтернативные варианты. Ну, в общем, очень удобно. Действительно, посмотрите. И главное, что, как я уже говорила, в этом сайте больше всего меня радует то, что здесь гарантирована информация только от реальных официальных дилеров. И поверьте мне, вот когда вы выбираете машину, зачастую люди набирают там в Автору, ищут новую машину. Либо в Яндексе просто набирают там, допустим, купить Toyota RAV4 или купить Nissan Almera, купить Renault Logo. И первое, что вам выпадает, это вот эти вот жульнические салоны в большинстве случаев. Потому что они очень активно вкладываются в рекламу. И как только вы туда позвонили, задача менеджера вас зацепить всеми возможными способами. Зачастую люди мне звонят или мне пишут и говорят, ну как же так? Ну вот смотрите, ну не может же, они же не могут прямо вот так прямо врать. Они мне сказали, что за 399 тысяч рублей Логан стоит, он в наличии. Пожалуйста, приезжай, покупай. Ну не могут же они прямо так нагло врать. Могут, ребята, могут. И не только могут, но и врут. Также я уже говорила, может быть, вы видели это видео. Вам могут сказать, что вам оплатят дорогу до Москвы. Потому что в основном работа вот таких вот жуликов, она рассчитана на иногородних людей. Вот если вы как только слышите, что оплатят дорогу до Москвы, сразу можете использовать слово из трех букв и класть трубку. Вот даже я вам прощаю это слово. Потому что, ну вы приедете, вы потратите деньги на дорогу, никто вам эти деньги, естественно, не вернет. И если у вас хватит силы, разума вовремя, до внесения каких-либо денег, понять, что вас обманывают, это уже будет полбеды. Вы хотя бы просто потеряете деньги на дорогу. Но, к сожалению, в большинстве случаев люди уже на последнем этапе понимают, что их развели еще на несколько сотен тысяч рублей. И самая грандиозная беда, если они еще и повелись на кредит, пошли на этот кредит, потому что, когда они едут по дороге домой и начинают считать, какова ставка этого кредита, поверьте, она достигает, например, 80% годовых, 70% годовых. Я не придумываю, это реальные цифры. И благодаря использованию вот таких вот сайтов, либо благодаря тому, что вы слушаете меня и просто идете в большие дилерские центры, а все большие дилерские центры на этом сайте есть, вы избежите этих проблем. Но, возвращаясь к нашему Рафику, конечно же, сумма в миллион триста звучит приятно, но листаем ниже и видим кучу других комплектаций. Например, дизельную, мотор 2.2, как у меня, 150 сил, автоматическая коробка, полный привод. Вот это моя машина, на которой я сейчас проездила достаточно долго. Миллион семьсот сорок три. Она стоит, ну, думаю, что моя приблизительно столько и стоит, потому что она у меня не гипербогата опциями, ну, хотя бы у меня салон-тряпка. Вот, и самый у нас максимальный максимум достигает, достигает. Черная машина есть за миллион девятьсот тридцать три тысячи рублей. Это бензиновый 2.5, 108 сил, автоматическая коробка, полный привод. Не вариатор, а именно автомат. Сейчас посмотрим, есть ли дороже. Тоже черная машина. Два миллиона тридцать три тысячи рублей. Ну, это, видимо, просто полна коробочка опциями. Тоже дизельная машина, 150 сил, автоматическая и трансмиссия, и полный привод. Ну, вот, собственно, я вам проговорила. Средняя цена, средняя цена, давайте посмотрим, на бензиновую машину, на дизельную машину с полным приводом и автоматической трансмиссией. Где-то миллион семьсот сорок три можно купить. На бензиновую машину с двухлитровым мотором, сто сорок шесть и вариатором. Где-то район миллион шестисот, миллиона шестисот тысяч рублей. От миллиона шестисот до миллиона семисот. Очень сильно зависит от опции. Ну, и дальше полный фарш, как я вам уже сказала, доходит до двух миллионов и даже чуть-чуть выше. И первое, что мне хочется сделать, когда завожу эту машину, включить себе подогрев руля, подогрев сидения, обогрев форсунок и обогрев лобового стекла. На самом деле, это я вам перечислила составляющие зимнего пакета, который в наших российских условиях очень приятен. И разрабатывался, кстати, с участием наших российских специалистов в представительстве Toyota. К сожалению, этот пакет опциональный, то есть за него нужно доплачивать в базе, он не идет. Что касается самой подвески. В прошлом Рафике, дорестайлинговом, те журналисты, которые очень не желали ссориться с Toyota, писали, что подвесочка жестковата. Жестковата. Ребята, я люблю, конечно, Toyota, но та подвеска была пипец какая жесткая, а не жестковатая. И ездить, на мой взгляд, нормально было невозможно. И они исправились, конечно же. Зачем они сделали это тогда? Да, они пытались завоевать молодую аудиторию, которая такая типа динамичная, любит вжик-вжик-вжик, любит не жесткую подвеску, а любит управляемую машину. Но, как я глубоко убеждена и уже вам говорила, это не совсем та история, как можно купить себе Раф-4, если ты хочешь, например, извините, клеить девушек на дороге. Это не будет Раф-4, если у вас есть 2 миллиона или даже полтора. Это все-таки семейная машина. Да, она уже не женская. Она уже, безусловно, юнисекс по всему. И по внешности, и по своим доступным опциям, и по дорожному просвету, по внедорожным возможностям и так далее и тому подобное, которые обычно девушкам не нужны. Эта машина для парня вполне подходящая, но она была жесткая, и они кое-что, конечно же, изменили. Молодцы! Вообще, Тойота быстро реагирует. Я помню ту историю с Короллой, которую выпустили с роботом, и этот робот просто всех донимал. Он был ужасный. И все думали, что, ну вот, Тойота сдулась, и робот теперь будет повсеместно на Королле. А они среагировали меньше, чем за год. Убрали нафиг эту трансмиссию. Вернули все свои барыши от продажи Короллы тем, что они поставили туда сразу, быстро очень отреагировали на нормальный гидромеханический автомат. Но это так, лирическое отступление. Что касается этого автомобиля, изменили подрамник, изменили, насколько я помню, амортизаторы стали, сами амортизаторы вот здесь, в рестайлинговой версии, жестче. А вот пружины стали мягче. Сайлент-блоки рычагов увеличились, укрупнились. За счет этого машина не потеряла в управляемости, но она перестала быть столь зубодробильной, какой она была до рестайлинга. Что касается салона. Глобально ничего здесь не изменилось. Да и смысл говорить о том, изменилось, не изменилось, нет. Человек приходит в салон и покупает машину. Эта машина ему либо нравится, либо не нравится. Вот сейчас, раньше, кстати, очень ругали японцев за то, что салоны либо страшные, либо совершенно с дешевым пластиком, гремучие и так далее. Вот сейчас так сказать нельзя. Салон, ну, на любителя. Как и все, что касается вот этого японского дизайна. Иногда формы слишком вычурные, а некоторым людям нравится. Я вот сейчас в нейтралитете. Раньше мне экстремально не нравились вот эти вот заточки. А сейчас, ну, нельзя сказать, что этот салон некрасив. Также нельзя сказать, что и внешность автомобиля прям-таки угарная. Что касается удобства. Некоторые кнопки расположены просто в заднем месте. Например, это я вам по опыту сейчас рассказываю, опыту своей эксплуатации этого автомобиля на протяжении пары месяцев. Например, кнопка складывания зеркал подсветки не имеет. И расположена она вот здесь вот, внизу. Так вот, не подсветив эту кнопку самостоятельно, ее найти вообще невозможно. То есть на ощупь там что-то тыкаешь-тыкаешь, в итоге, ой, блин, не попал. Ой, блин, попал. То есть вот так вот это выглядит. Также неудобно внизу бороды, то есть внизу центральной консоли, расположены кнопки обогрева сидения и чего-то там еще. Но наиболее часто пользуешься обогревом сидений. Но это не критично. Критично обычно у нас 9 месяцев в году зима, а у некоторых в некоторых регионах и больше. Критично ты приезжаешь домой, вечная темень после рабочего дня, и ты там тыкаешься и ищешь эту кнопку. Но могли уж на этой копейке-то не экономить и сделать подсветочку. В остальном сидеть удобно. Зеркала боковые и обзорность, что боковые, что зеркало заднего вида, вполне нормальные. Шумоизоляция плохая. Раньше она была совсем плохая, а сейчас она просто плохая. То есть они сказали, производители заявляют, что они что-то улучшили. Но у меня встроенного измерителя децибелов в голове нет. Я вам лишь могу сказать, что я и раньше ругалась, я и сейчас ругаюсь. На заднем сидении едешь, если едешь часа полтора по магистрали с нормальной скоростью, то приезжаешь, голова вот такая, как арбуз. Так что шумоизоляции здесь изначально, отродясь не бывало, сейчас может какая-то там малюсенькая появилась. Ну, на том спасибо. Расход у меня средний на дизельной машине, напомню, у меня 2,2 дизель, 150 лошадиных сил. Средний 10,5 литров. В данный момент у машины пробег 10 тысяч километров. Ну, то есть условно она новая. По езде, как уже сказала, перестало быть так экстремально жестко. Мощности этого мотора вот так хватает для города. Вот просто вот так. Да, на магистрали на обгон не пойдешь. Эта машина не для того, не для гонок. Пойдешь, но так, с серьезным запасом. Шестиступенчатый автомат работает прекрасно. Рывков и толчков в нем нет. Если выбираете машину подержанную, то глубоко подержанную, конечно, не этого поколения, то есть рывки и толчки серьезные. Задумайтесь, в порядке ли автомат. На вариаторе тоже уже ездила. Эх, ну, он имитирует работу гидромеханики. То есть он не такой вот, как некоторых бесит, поднял высокооборот и держит. То есть машина жужжит. Ощущение разгона вроде как разгоняется. Ощущения разгона по звуку автомобиля нет. Ну, здесь вроде как какая-то имитация ступеней есть. Но я, в принципе, конечно, люблю гидромеханику. Хотя, как я уже сказала, если покупаете машину новой, а мы с вами говорим о новом поколении, то есть максимум, там, вы можете с 20-тысячным пробегом ее взять, до 200 этому вариатору жить и жить. По салону что понравилось? Сюда удобные подстаканники. Их два штучки. Они глубокие. Встает нормальная икрушка. И вот бутылочка с кефиром. То есть даже если я осуществлю какой-то резкий поворот на этой машине, что, в принципе, здесь не очень хочется делать, то у меня эта бутылочка по салону скакать не будет. А вот он, кстати, был резкий поворот. А есть вот, где у нас лежит звуковая петля, второй тоже удобный подстаканничек. Но USB-разъем, он здесь, к сожалению, один-одинешенек. Хотелось бы парочку, потому что... Но есть еще, кстати, естественно, прикуриватель. Но я зачастую с проводком и без... этой тыкалки в прикуриватель. Как она называется, Тарас? Без розетки в прикуриватель. И мне бы хотелось там и флешку поставить в одно место, а в другое место поставить вот этот вот проводок. Но такого места здесь, к сожалению, нет. Экран удобный, большой, видно хорошо. Но графика на экране, как вы видите, она достаточно устаревшая. То есть мы привыкли к дорогим автомобилям. Когда у дорогих автомобилей эта машина, безусловно, стала не очень дешевой. Мы привыкли видеть графику посерьезнее. Здесь вот все, знаете, дешево и сердито. Хотела сказать, недорого и со вкусом. Точнее, недорого и без вкуса. Нет, здесь наиболее подходит дешево и сердито. Информативно, понятно, четко, ясно. Но, конечно, красоты вы тут не увидите. Что касается камеры, камеры заднего вида. Давайте вот сейчас я вам ее покажу. Все, кстати, что я сейчас перечисляю, это опциональные истории. Сейчас пропустим автомобильчик и будем запарковываться. Оп, оп, видите, да? Изображение на камере вполне достойное. Знаю тоже, что целый ряд журналистов его поругали. Что тут ругать? Не знаю, ребята. Все отлично видно. Причем сейчас уже на улице сумерки, не солнечный день. Никаких отсветов, никакой темноты. Отличная, на мой взгляд, камера, хороший дисплей. Но то, что простой, простой, да, действительно это так. Что касается пресловутого полного привода, который, напомню, есть далеко не у всех рафиков. Эти машины бывают переднеприводными. Но они изначально стоят, естественно, дешевле. Производитель позиционирует эту машину как автомобиль, безусловно, не с серьезными внедорожными характеристиками. Но как автомобиль, который что-то в этом отношении может. Ну и, в принципе, есть пластиковый обвес внизу. Есть дорожный просвет у этой машины, почти двадцатку, как я сказала. И есть электромагнитная муфта, которую можно вот здесь вот кнопочкой заблокировать. И тогда у вас на консоли появится соответствующий значок. Вот, покажи его, пожалуйста, на раз. В таком случае муфта просто зажмется. Момент будет распределяться 50 на 50 по осям. Но работает этот режим только до 40 км в час. Что объяснимо, если вы едете, лезете там по горам или по бездорожью, то зачем вам лезть быстрее, чем 40 км в час. Режим этот отключаем, чтобы не забыть. И рядом здесь, кстати, чуть не забыла сказать, есть кнопочка открывания багажника из салона. Ну и завершая историю про всякие внедорожные игрушки, здесь есть система Downhill, тоже вот кнопочка справа от руля под ним. Покажи, пожалуйста. И она позволяет практически без усилий. Я, кстати, в выпуске про Lexus это показывала. Там эта система называется Crawl Control, и она как бы более продвинутая. Но по сути работает точно так же. Подъезжаете к спуску, нажимаете, машина кряхтит, но ползет. Все, что вам нужно, это подруливать. Ну, то есть держать в руках руль и не уехать куда-нибудь в гребеня. В остальном же, что я вам могу сказать об этом автомобиле? Я понимаю, за что его любят. Я понимаю, что эта машина, вот сейчас, поездив на ней два с лишним месяца, ранее я не понимала. То есть я считала, что есть надежность, и она является безусловной причиной для того, чтобы люди массово покупали рафик. Даже понимая, что эта машина достаточно угоняемая. Сейчас я понимаю, за что, за что эту машину так любят. Даже девчонки, которые вообще не знают, что такое надежность, они не понимают, что ломается, а что не ломается. Они покупают эту машину, потому что, поездив на ней однажды, ее иначе как удобные домашние тапочки ты просто и не назовешь. То есть ты приходишь, ее заводишь, садишься, едешь, и эта машина тебе вообще никак и ни в чем не докучает. Она просто есть, она просто тебя везет. У этого есть и обратная сторона. Я как гурман, как человек, который постоянно ездит на разных автомобилях, в этой машине не чувствую какой-то глубокой и глобальной породы. Это рабочий конь, коняшечка. И в этой своей ипостаси лучше этой коняшки, ну, наверное, есть, но оно еще дороже стоит. Ну, то есть завершая разговор о Toyota RAV4, я вам могу сказать, что если вы хотите машинку, которая постоянно, спокойно, без проблем и каких-то претензий к вам берет и везет вас из точки А в точку Б, это прекрасный автомобиль. Но не забудьте, когда вы его покупаете, дополнительно защитить его какими-то средствами от угона. А также узнать, сколько для вас будет стоить каска. Потому что если вы водитель неопытный, может произойти такая ситуация, что вы посчитаете каской и просто ужаснетесь, сколько вам нужно будет платить в год. Вот, пожалуй, и все оговорки, касающиеся этого автомобиля. Я приехала, все, что мне остается, запарковать его на закрытой территории, дабы его никто не упер. И радостно пойти домой. С вами, мои дорогие, любимейшие подписчики, попрощавшись. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok